Тем временем парк Дружба готовится к открытию сезона. Ремонт там почти завершен. В зоне отдыха прорядили деревья, сделали подсветку и невиданное дело. Установили туалет со всеми удобствами. Осталось посеять траву и смонтировать снаряды на спортивной площадке за каруселями. Вчера парк проинспектировали депутаты и выслушали мнение горожан. Работы в парке Дружба начались прошлой осенью. Спустя полгода депутаты решили проверить, как потрачены выделенные из бюджета 28 миллионов. На эти деньги сделали проект, геодезию, построили два павильона, забор со светодиодным освещением и специальный резиновый настил на детской площадке. Молодые мамы новое покрытие оценили. Все понравилось, как сделали. Вот очень удобная вот эта площадка, то есть детишки не падают. Песка поменьше. Деткам удобно ходить. Наверное, падать не так больно. В целом, все нравится. А еще Дружба стала единственным в городе парком с собственным туалетом. И это не просто деревянная кабинка. К санузлу подвели коммуникации, внутри оборудовали, как полагается. Туалет пока не работает. Здесь еще ведутся строительные работы, но вся сантехника уже установлена. На окнах пластик, есть даже батареи. Сейчас здесь очень чисто и красиво. Вопрос, как будет поддерживаться чистота в будущем. Скорее всего, туалет будет платным. Цены пока не установлены. Так как работы в парке начинались поздней осенью, многое закончить до сих пор не успели. Не вывезли срубленные ветки и стволы деревьев. Из некоторых пеньков торчат острые края. В общем, пожеланий у посетителей много. Наша просьба такая. Нам не хватает озеленения, нам не хватает декоративных кустарников. Вот лично мое предложение, есть у нас заброшенное лесничество. Там такие красивые кедры, сосны, ели, лиственницы. Нельзя ли устроить для детей, например, хвойную аллейку? Много недоработок, еще очень много надо делать. Здесь проводится каждое воскресенье детские мероприятия. И вот эти клопики маленькие, постарше, вот это вот через эти доски, через эту лужу прыгать. Вот до самого конца. Теперь вот там пробита уже яма, провалена. Плиточка провалена вся. Не знаю, будут делать ее или нет. Да и лавочки, на которых сидят пенсионеры, появились только на днях. Их поставили прямо на рыхлую влажную землю. В управлении Кульдора объясняют, и площадку у сцены, и территорию у детского городка приведут в порядок, когда будет сухо, и сюда сможет подъехать техника. Здесь посеять траву. Чернозем постелили. Чернозем. Вот. Разровняли. Это чернозем. Мы специально привозили эту землю. Чернозем, чтобы здесь посеять траву, которую семена у нас есть. Работы в парке выполняли пять подрядчиков. Недоделки есть у всех. Где-то порезано резиновое покрытие, где-то уже появились трещины в асфальте. Устранять недочеты будут по гарантии. А вот как остановить похитителей лампочек, что светится по периметру зеленой зоны, в парке пока не придумали. От идеи закрывать дружбу на ночь чиновники отказались. Кому надо, пролезут и через забор. Вся надежда на полицейские патрули. А депутаты решили вернуться сюда еще раз, чтобы посмотреть, как обновленный парк переживет свой первый сезон. Мы же спросили у нардепов, доберется ли благоустройство до подъездов к зоне отдыха. Когда ликвидировали уличный рынок, жителям сулили сделать здесь бульвар с клумбами. А получилась стихийная парковка с разбитым асфальтом. «Я, честно говоря, не могу, наверное, сейчас сказать, что же в конечном итоге будет именно на той территории. Но я думаю, это вопрос в первой очереди, чтобы все-таки как минимум восстановить покрытие, покрытие. А уже с покрытием вот этой территории можно будет и решать об использовании. То ли это будет парковка, то ли это будет какая-то проезжая часть». Ну а в этом году свои усилия городские власти сосредоточат на Центральном парке. 3 миллиона выделены на проектные работы, еще 9 – на начало реконструкции.